6 класс 32 серия Высказывание Это всякое утверждение, о котором имеет смысл говорить истинно оно или ложно. Из любого высказывания можно получить его отрицание, добавив частицу НЕ. Если высказывали было истинным, то его отрицание ложно. И наоборот, если было ложно, то его отрицание истинно. Например, 8 чётное число, истинное. Отрицание 8 нечётное число, ложно. Так, давайте рассмотрим второй случай. Было ложное высказывание. Ложное высказывание. 4 простое число. Так, его отрицание. 4 не простое число. Истинно. 4 число составное, непростое. Дизъюнкция. Из двух или нескольких высказываний можно получить новое высказывание, соединив эти высказывания с союзом ИЛИ. Если оба высказывания были истинные, то дизъюнкция истинна. Если хотя бы одно из высказываний истинна, то дизъюнкция истинна. Дизъюнкция ложна только в том случае, если оба высказывания ложны. Тогда дизъюнкция ложна. Высказывания ИЛИ А, ИЛИ Б будут истинны только в том случае, когда одна часть истинна, а другая ложна. Итак, ИЛИ А, ИЛИ Б. Если оба высказывания истинны, то высказывания ИЛИ А, ИЛИ Б ложна. То есть одна часть должна быть ложна, а другая истинна. В таком случае высказывания ИЛИ А, ИЛИ Б будет истинным. Если ложная и ложная, то ложная. Первая задача. А, Б и С – жители острова рыцарей и лжецов. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. А говорит – мы все лжецы. Б говорит – ровно один из нас лжец. Кем является С – рыцарем или лжецом? Так, давайте составим таблицу. И в этой таблице распишем все возможные варианты. Таких вариантов может быть 8, потому что у каждого 2 возможности – либо рыцарь, либо лжец. Значит, 2 умножаем на 2 и умножаем на 2 – 8. Вот все 8 вариантов здесь представлены. Так, теперь осталось просмотреть все эти варианты и выбрать тот, который подойдет. А говорит – мы все лжецы. Так, А не может быть рыцарем. Значит, первых 4 варианта сразу отбрасываем. Так, лжец, лжец, лжец тоже отбрасываем, потому что лжец всегда говорит неправду. Он не может сказать – мы все лжецы. Так, итак, из 8 у нас осталось только 3. Так, проверяем. Лжец, лжец, рыцарь. Подойдет ли нам этот вариант? Лжец говорит – мы все лжецы, на самом деле не все. Б говорит – ровно один из нас лжец. Лжец говорит неправду. Так, этот вариант подходит. Так, следующий вариант – лжец говорит неправду. Рыцарь говорит – ровно один из нас лжец. А здесь два лжеца. Значит, этот не подходит, а вот последний вариант подходит. Итак, возможно, два варианта, вот те, которые мы выбрали. Вопрос задачи – кем является С? В. И в первом случае, и во втором С является рыцарем. Значит, ответ – С – рыцарь. Вторая задача. Сумма двух чисел равна 10, а произведение этой суммы на их разность равно 20. Найдите эти числа. Давайте эти числа обозначим за х и у. Вот сумма этих чисел равна 10. А если эту сумму умножить на разность этих чисел, то получится 20. Значение суммы – 10. Значит, можно сказать, что значение разности – это 20 разделить на 10. Значение разности – 2. Ну, а теперь осталось назвать значения х и у. Сумма равна 10, а разность равна 2. Если мы сложим эти уравнения, вот левую часть с левой, правую с правой, посмотрите, что получится. 2 раза по х равняется 12. Значит, мы можем назвать значение х. Если х равен 6, сумма 10, значит, у равен 4. Вопрос задачи. Найдите эти числа. Значит, это числа 6 и 4. Третья задача. Два тракториста вспахали поле за 3 часа совместной работы. Первый тракторист мог бы выполнить эту работу за 4 часа. За какое время второй тракторист может вспахать это поле? Значит, при совместной работе за 3 часа всё поле было вспахано. Значит, какую часть вспахали за 1 час? Одну третью часть. Первый за 1 час может вспахать 1 четвёртую часть. Значит, какую же часть нужно будет вспахать второму? Одну двенадцатую. Значит, за час второй тракторист может вспахать 1 двенадцатую часть. Ну, значит, всю работу он может выполнить за 12 часов. Ответ 12 часов.